Елена Лаврентьевна, пока у нас подключаются ребята. Дорогие друзья, вы, пожалуйста, задавайте все интересующие вас вопросы по факультету, по обучению на факультете, по практике и так далее. Это очень уникальная возможность поговорить с деканом. Елена Лаврентьевна, пожалуйста, расскажите нам о преимуществах вообще обучения на вашем факультете. Нам будет очень-очень интересно. Хорошо. Итак, факультет сервиса туризма и технологий продуктов общественного питания находится на улице Тазигизата 7А. Деканат находится на четвертом этаже. Я считаю, что отличительной особенностью нашего факультета является практика ориентированности. Вы уже, наверное, прочитали, увидели на сайте, что у нас на факультете реализуются на пяти кафедрах четыре направления подготовки бакалавриата. Это туризм, профиль технологии организации турагентских и туроператорских услуг. Это дизайн, профиль дизайн среды. Это лингвистика. На этом направлении у нас реализуются два профиля перевод и переводоведения и теория методика преподавания китайского языка. Это технология продукции организации общественного питания, профиль технологии организации ресторанного дела и туризм. Профиль. Говорила уже. Повторяюсь. Друзья, нас просят сохранить эфир. Мы обязательно это сделаем. Мне чудо, что у нас эфир только в Инстаграме и Вконтакте идет. Первый вопрос у нас. Когда нужно принести справки на общежитие? Я думаю, что... Илья Лаврентьевна, вы можете... Да, попробую ответить. Справки на общежитие. Значит, чтобы получить место в общежитии, мы собираем справки о доходах семьи и справку о составе семьи. Эти справки мы собираем до 20 августа. Все вопросы, которые вы хотите задать декану факультета сервиса туризма и технологии продуктов общественного питания, вы можете, конечно же, ее задать сюда к нам в прямой эфир. Вот еще вопрос подлетел. А где учатся лингвисты? Лингвисты. Лингвисты обучаются. Кафедра перевода и перевода видения у нас находится на Московской 42, на третьем этаже. Они учатся в основном на Московской. Бывает, что у нас несколько зданий, несколько корпусов университетий. Бывает, что они и на Гафури, и на Зайцево ездят. Московская. Это Московская 42, я немножко уточню. Так, спрашивают, будет ли декант менеджмента. Конечно же, Станислав Алексеевич Антонов обязательно у вас появится в 18.30. Пожалуйста, ждите. Так, здравствуйте. Можете рассказать по направлению лингвистика, теория и методика. Здесь, наверное, немножко непонятно, что именно рассказать. Но давайте хотя бы в общих чертах расскажем, да? Ну, попробую. Так, на направлении подготовки бакалавриата лингвистика профиль, теория и методика преподавания китайского языка. Я думаю, речь об этом. Да, да, да. Это профиль очень интересный. Тут обуча основной язык китайский, а по выбору, значит, другие языки немецкий, английский, французский и так далее. Особенностью этого профиля является то, что учебные дисциплины, кроме наших преподавателей из России, ведут еще и носители языка из Китая. Этот профиль мы ввели для того, чтобы наши выпускники-лингвисты по этому профилю могли вести переговоры с нашими китайскими партнерами и могли работать переводчиками. Ну, наверное, все. Да, если мы не совсем отвечаем на ваш вопрос, пожалуйста, можете его еще раз задать. Так, здесь спрашивают, какие нужно сдавать предметы и на какие баллы нужно сдать, чтобы точно поступить. Здесь немножко я вас очень прошу уточнить, куда именно вы хотите поступить, на какое направление, потому что баллы везде разные, да? Везде разные, да, проходные баллы везде разные, и результаты ЕГЭ. Так, когда начинается заселение? Я думаю, что здесь спрашивают про заселение в общежитие. Заселение в общежитие будет в конце августа, как я уже говорила, документы мы собираем до 20-го числа. С 20-го по 23-й, значит, идет анализ этих документов. И заселением в общежитие занимается у нас воспитательный отдел нашего университета. Прямой эфир с воспитательным отделом будет уже в пятницу, в эту пятницу. Поэтому я приглашаю вас на прямой эфир с воспитательным отделом как раз по вопросам общежития. Тут вот как раз спрашивают, да, когда будет эфир с деканом по психологии. Декан психологического факультета у нас будет завтра, 19 августа, в 17.00. Пожалуйста, присоединяйтесь в это время и задавайте все интересующие у вас вопросы. А вот как раз-таки вопрос к вам. Где же будут обучаться дизайнеры? Дизайнеры у нас обучаются на физи-гизатах. У них своя кафедра, свои аудитории специализированные по рисунку. Тоже все близко. Но основные общеобразовательные дисциплины могут проходить в других зданиях. Это ничего страшного. Учебный отдел у нас над этим работает. Чтобы, например, не было такого физкультура у нас тут на Московской, а следующие занятия у них на Зайцев. Такого не будет, конечно. Конечно же, будут по одному адресу целый день они заниматься. Так, и опять-таки про дизайн. По какому адресу будет? Адрес у нас Московская, 42. Московская, 42. И будет ли экскурсия туда, где обучаются дизайнеры? Пожалуйста, есть желание. Мы можем провести в любую временную экскурсию. Так, спрашивают экономика, где будет обучаться. Этот вопрос, кстати, вы сможете задать декабрь экономического факультета, который дальше у нас будет по расписанию. И в основном экономист обучается в корпусе на Зайцеве, 15. Это я предвосхищаю ответ. Так, как будут проходить занятия в колледже на третьем курсе? Здесь, наверное, нужно уточнить, по какому направлению. Потому что, ну, непонятно. Так, как пройдет 1 сентября лингвистов? Так, традиционно 1 сентября у нас начинается с торжественной линейки. На линейку, конечно, мы проводим, планируем провести на открытом воздухе, но в зависимости от погодных условий. И разведем группы, чтобы не было большого скопления первокурсников. Да, и если у нас будет линейка, это будет обязательно, чтобы были соблюдены все меры безопасности, то есть маски, перчатки и, конечно, социальная дистанция. Так, сколько бюджетных мест на направление дизайна? На дизайне у нас 5 бюджетных мест. Коротко и ясно. Так, как пройдет 1 сентября? Ну, друзья, мы уже отвечаем на этот вопрос. Так, на туризм, управление. Это мы... Так, друзья, я случайно вылетела из эфира, поэтому у меня все вопросы удалились. Максим, пожалуйста, озвучь нам вопрос. Вот тут вопрос подлетел. Линейка только для первого курса у нас будет? Да, с линейки начинают первокурсники, а остальные курсы уже, у остальных курсов начинаются учебные процессы, учебные занятия. Ну, тут, наверное, надо добавить, каким образом будет проходить учебный процесс. То есть в связи с нынешней ситуацией я хочу добавить, что масочный режим обязателен. Без маски могут ходить те студенты, у которых будет в наличии справка, на наличие антител на коронавирус, и лекционные занятия преподаватели будут вести без масок. Остальные у остальных строгий масочный режим. Аудитории все лекционные для практических занятий, все помещения будут проветриваться, в них будут установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха. У входа в корпуса нашего университета и в холлах будут стоять антисептические средства для гигиенической обработки рук. Дальше в помещениях будет проводиться два раза в день влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. То есть все рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в учебных заведениях, в высших учебных заведениях мы выполняем. Друзья, здесь я также спрашиваю, будет ли линейка для колледжа. Да, конечно, для колледжа тоже будет линейка о расписании, о том, где, как, что будет проводиться. Вы обязательно узнаете из наших социальных сетей. Будут посты в Инстаграм и в группе ВКонтакте, и также на сайте. Поэтому вы ее не пропустите. Так, гостиничный факультет. На какой улице находится? То есть в каком корпусе? Я понимаю, это наш факультет. Цепи с урисовыми технологиями продуктов общественного питания. Кафедра гостиничного туристического бизнеса находится на Московской, 42. Так, подскажите, пожалуйста, магистры-заочники, как будут обучаться? Дистанционно или нет? Нет, но не уточнили, конечно, по какому факультету. Может быть, давайте по-вашему, да? На нашем факультете одна магистрская программа. Это технология продукции организации общественного питания. Программа так и называется. Инновационная технология производства и организации предприятий питания. У нас магистры обучаются очно. За очным обучением магистров у нас не было. Только очники. Поэтому тут в общем за очным обучением бакалавр, могу сказать. Про бакалавров нас не спрашивают, да? Мы про магистров. Так, дошкольное образование также будет учиться на Островского. Друзья, этот вопрос мы завтра обязательно уточним у декана психологического факультета, с которым мы встретимся завтра в 17.00. Также в прямом эфире. Так вот. В какой одежде можно приходить на 1 сентября? На этот вопрос ответится у нас начальник управления воспитательной работы в пятницу. Так, какой деловой стиль. Торжественно-деловой. Так. В какую смену будут учиться технологи в 2 курс? Так, технологи. 1 курс обучается в 1 смену, 2 курс во 2 смену. 2 смена начинается с 13.40. 2 курс вы об этом уже знаете. Так, будет ли линейка для колледжа? Ну опять-таки мы уже на этот вопрос отвечали. Так, какие документы нужно принести до 20-го числа? Этот вопрос, наверное, лучше адресовать нашей приемной комиссии, с которой мы также в пятницу увидимся. И опять-таки... Это на получение общежития? Да, уточните, пожалуйста. Если это по общежитию, то... Справка о доходах семьи и справка о составе семьи. Так, где будут проходить обучение специальности туризм? Это колледж, спрашивают. Тут надо уточнить, колледж после 11 классов или после 9 класса. Если туристы после 9 класса, 1 курс, они обучаются на Кури-71. А туристы после 11 класса, они будут обучаться и на Московской 42, и на Островского, и на Кури-71 тоже. Так, спрашивают, сохраним ли мы эфиры? Обязательно сохраним эфир, не переживайте. Так, в какую смену будут учиться лингвисты второй курс? Ну, я точно могу сказать, что первокурсники будут обучаться в первую смену. Второй курс ещё, наверное, это вот учебный отдел решает вопрос. Но обычно второй курс у нас во второй смене. Ага, и опять-таки, да, в какую смену будут учиться лингвисты четвёртого курса? Может быть, давайте сразу по курсам расскажем? Это чуть позже, наверное. Ну, обычно так, учебный отдел у нас поступает. Первый курс в первую смену, второй курс, значит, во вторую смену, третий, значит, первую смену, четвёртый курс во вторую смену. Как получится? Бывают, конечно, и исключения. Четвёртый курс может быть и во вторую смену. Так, когда нужно принести анализы из больницы для общежития? Так, анализы, справка по результатам анализов из поликлиники вы предоставляете при заселении в общежитии в конце августа. Так, 1 сентября будет только линейка или начнётся учебный процесс? 1 сентября будут только торжественные линейки. Так, что-то у нас... Учебного процесса ещё не будет. У нас очень много вопросов по сменам. В какую смену будут учиться студенты по направлению туризм второго курса? Второй курс уже, да? Ну, я думаю, во вторую смену. Ну, тут надо ещё определиться, наверное, первая смена у нас начинается в 8.30 и до 13.30. С 13.40 начинается вторая смена. То есть, получается, по три пара. Между парами у нас 10-минутный перерыв и одна большая перемена в 10-минутный. Елена Лаврентина, я знаю, что у нас сегодня вы не одна пришли. У нас гости будут, которые к нам будут подключаться. Первый гость, который к нам подключится, будет Хасанова Гульнара Виевна. Она является генеральным директором ООО «Правив-сервис» в структуре департамента продовольствия и социального питания. Гульнара Виевна, если вы нас смотрите, пожалуйста, подключайтесь. Мы очень ждём общения с вами для того, чтобы вы рассказали нашим абитуриентам о том, как проходила ваша учёба и какого мнения вы о Казанском инновационном университете. Гульнара Виевна к нам подключается. Единственный момент, что когда подключится человек, включи звук у себя, чтобы услышать, потому что он через микрофон выключается. Гульнара Виевна не подключается пока к нам, но ничего страшного, у нас очень много вопросов. А вот какие предметы будут у туризма? Колледж, спрашивайте. Ну, может быть, мы назовём предметы по специальности именно? Ну, что именно по туризму они будут изучать? Так, в колледже, значит, биография. Тоже очень важный предмет, я знаю, что... Самая главная дисциплина, наверное, для туристов, это, мне кажется, биография. Страноведение. А, кстати, а завтра этот вопрос мы можем обязательно задать Юлии Викторовне, директору нашего колледжа, который у нас 18.30 завтра придёт на эфир. И там по колледжу можно очень много вопросов задавать и не стесняться. Так, колледж после 11 класса направление коммерция. По какому адресу будет учиться? На московской или нет? Так, колледж после 11 класса направление коммерция. Они обучаются на Гафури 71 и на Островского. А вот дизайнеры первого курса в какую смену будут учиться? Дизайнеры первого курса, ребята, обучаются у нас обычно в первую смену с 8.30 до 13.30. Так, возможно ли стипендия на внебюджетной основе? Так, возможно... Нет, стипендии на внебюджетной основе у нас нет, но наиболее активные студенты могут зарабатывать у нас баллы за каждое участие в мероприятиях. Они получают баллы, а потом эти баллы, соответственно, переводятся в денежную... Эквивалент, да? Эквивалент, да. Вот спрашивают у нас, правда ли, что мы можем перейти на дистанционное обучение? Дорогие наши, любимые, прекрасные, мы, к сожалению, не можем ответить точно на данный вопрос, потому что мы очень не хотим переходить на дистанционное обучение, мы очень хотим видеть ваши глаза светящиеся и работать с вами в очном формате. Но если вдруг нам скажут, что нужно снова перейти на дистанционное обучение, то все системы и подразделения университета к этому готовы, и мы без проблем перейдем на дистанционное обучение, и такие же качественные знания вы получите, правда, Витя Леонидовна? Конечно. Вот, поэтому вы не переживайте, мы пока вместе со всеми и вами надеемся, что будем учиться очно и до самого конца года. Так, в какую смену будет учиться второй курс логистов на базе девяти классов? Смотрите, теперь нам уже уточняют. Спасибо, ребята, что вы уточняете, потому что направлений много. К сожалению, логисты нет у нас. Так, к нам подключается Гульнара Виевна, да? Гульнара Виевна, вы нас слышите? Так, я немножко запаздываю, да? Так, 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 так. Гульнара Виевна, здравствуйте. Здравствуйте, да, Гульнара Виевна, да? О, здравствуйте, мы вас видим. Да, да, здравствуйте, я вас прошу. Ага, Гульнара Виевна, мы очень-очень рады вас видеть. Спасибо, что вы нашли время подключиться. Здравствуйте. Ай, выключи, пожалуйста, микрофон. Так, еще раз, технические неполадочки маленькие. Гульнара Виевна, здравствуйте, спасибо, что вы нашли время и подключились к нам. Ага, все, я вас слышу. Гульнара Виевна, расскажите, пожалуйста, про ваше обучение в Казанском инновационном университете, как ваша профессия пригодилась вам в жизни и чем вы занимаетесь сейчас. Сейчас я являюсь руководителем организации, которая находится в Компортном и Пахаре, возглавляю новые проекты «Питание детских садов и шков» в Республике Татарстан. Я закончила инновационную инструкцию еще в 2002 году, по, правда, экономическим индустриям, но потом я получила здоровье, высшее образование, и это снова, как в Казанском инновационном университете. Ну, как вы сами понимаете, да, обучаясь, закончив этот студ, конечно же, в такой должности я, наверное, на сегодняшний день не занимала, и не вела бы столько много крупных проектов, которые в Республике Татарстан вообще проходят. Конечно, эта учеба мне очень сильно помогла, потому что многие, кстати, ученики меня знают, сейчас, которые учатся, мы нередко с ними встречаемся. Во-первых, я являюсь действительно лидером Республики Татарстан, потому что я всегда принимаю большие крупные проекты, в связи с учебным Татарстаном. Я была участником университета и участником ФИНа, я была организатором футбола на Казанском стадионе, мы также принимали участие. Моя команда отрабатывала там. Поэтому, конечно, все знания, которые я получила в этой институте, они не только пригодились, они мне до сих пор помогают в жизни. Очень много до сих пор узнают. Интересно, что студенты с института приходят уже к нам работать, и что-то новое они уже приносят в нашу команду. Поэтому вкратце так будет. Очень здорово. То есть вы теперь еще и принимаете наших же студентов на практику к вам. Скажите, пожалуйста, как студенты показывают себя на практике? Нет, я беру не только студентов на практику. Они сейчас уже порядка 10-12 студентов просто работают у нас в постоянном штате. Потому что по городу Нижнекамскому филиалу мы очень плотно работали, направляли на обучение, поворот, получать высшее образование. Вот я точно знаю, что вот два выпускника к нам пришли с института уже работать заведующие школ. Поэтому, да, на практике это, конечно, интересно. Мы их обучаем, мы к ним приглядываемся. И те, которые... Мы видим, что они готовы уже работать в нашей команде. Мы предлагаем в рамках их работу, услуги. В принципе, я думаю, что пока из нашей команды никто даже не ушел. Все, кто с нами работает, продолжают работать. Это замечательные, прекрасные новости. Гульнара Вина, спасибо вам огромное. Мы не будем отрывать вас от ваших важных дел. Спасибо, что вы к нам подключились. И мы очень рады сотрудничеству с вами. Я думаю, что будут новые студенты, новые кадры. Еще не один год. Да, наша компания стабильно развивается. Поэтому кадровые голосы тоже очень сильно ощущаем. Поэтому студентам бы хотелось, конечно, видеть своих рядом с тобой. Спасибо большое вам. Удачи. Хорошо, до свидания. Спасибо. Это была Хасана Гульнара Вина. Она выпускница нашего вуза. Оказывается, даже двух факультетов. Экономические и технологии. Кстати, хотела бы немножко сказать, что так как название факультета очень большое, емкое, то сокращенно, да, мы его называем СТИТПОП. Я знаю, что современные студенты очень обижаются, если говорим мы СТИТПОП. Они прям акцентируют, нет, мы СТИТПОП. Они очень гордятся этой аббревиатурой. Это очень здорово. А у нас дальше вопросы. Елена Лаврентьевна, подскажите, пожалуйста, известно ли, в какую смену будет учиться третий курс туризма? Ребят, точно пока неизвестно, потому что еще расписание мы не видим. Учебный отдел над этим работает. Расписание будет готово где-то в конце августа. Только конкретно, точно я могу вам расписание сказать в конце августа. Ну, расписание вы можете посмотреть в своих личных кабинетах. Спрашивают, будет ли у лингвистов математика? Так, у лингвистов математика. Если я не ошибаюсь, у них нет математики. Как будут проходить медицинский осмотр первокурсники? Ну, я думаю, что мы об этом тоже с приемной комиссией поговорим в пятницу. Все разъясним, не переживайте. Я могу. Да? Пожалуйста. Вопрос из ВК. Нужно ли подавать документы на общежитие, нуждающимся в нем студенту второго курса? Студенты второго и других курсов тоже студенты могут подавать заявления на общежитие. Мы их тоже будем осматривать. Из контакта нет у нас больше вопросов? Там вопросы, опять же, те же самые, когда мы будем учиться во второй смене. Ага, понятно. Про лингвистов смотр я хотела уточнить, что первокурсники в течение первого учебного года, даже в течение первого семестра пройдут общий медицинский осмотр в студенческой поликлинике, организованного по группам. Так, друзья. Друзья, у нас сейчас с вами декант факультета сервиса туризма и технологии продуктов общественного питания Лена Лаврентьевна Матвеева. Я еще раз ее представлю. Вы задаете сейчас вопросы, пошли про факультет менеджмента и инженерного бизнеса. В колледже на базе 10 класса какие предметы будут на коммерции и менеджмент. Мы у следующего нашего гостя, который будет у нас в 18.30, мы обязательно спросим. Так что вы можете подключиться еще раз в 18.30, задать этот вопрос. А можно добавить по изучаемым дисциплинам, ребят, вы можете зайти на наш сайт, там есть учебные планы каждого направления, и там расписаны все дисциплины, которые вы будете обучать во время обучения в нашем университете. Да, так что, если вы не успели ответить на ваши вопросы, то, пожалуйста, добро пожаловать на наш сайт emu.ru, и там есть разделы факультета и направления, а также дисциплины, которые вы будете изучать. Так, какие предметы будут у дизайнера, бакалавра в первый курс? Ну, опять-таки, мы только что об этом сказали, да, заходите на сайт и обязательно прочитайте, какие предметы вы будете изучать. Так, при каких условиях будут раздавать общежития? У нас тут спрашивают. Ну, я думаю, мы об этом тоже поговорим с приемной комиссией в пятницу, и это у нас тоже так же неоднократно озвучивалось, поэтому в пятницу вы узнаете. Так, какой второй иностранный язык на туризме в колледже после 11 класса? Так, второй иностранный, там идет, если я не ошибаюсь, по выбору. А из чего выбрать можно? Немецкий или французский. Вот, так что выбирайте, какой вам больше нравится. Так, эти баллы будут учитываться в колледже. Вы, наверное, имеете в виду баллы, которые студенты зарабатывают во время мероприятий. Да, конечно же, эти баллы в колледже тоже учитываются. Они учитываются везде на всех факультетах. Так, менеджмент, организация, первый курс. Ну, это 18.30, друзья, у нас эфир с деканом факультета менеджмента. Так, дизайн, первый курс. Какой адрес? Друзья, Московская, 42. У вас свои уникальные дизайнерские аудитории. Это просто сказка, а не факультет. Так, когда получат студенты стипендию за весенний семестр? Это в сентябре или не в сентябре? Это абитуриентом дают? Да. Ну, я не знаю, так по логинам особо не поймёшь. И теперь получается, ребят, в сентябре. Да. Расмага шла. По какому адресу будут обучаться юристы? Друзья, юрист обучается по адресу Гафури, 71. Так, пока у нас нет, есть вопросы. Так, есть ли направление, есть ли управление отелем или гостиницей? Вот такое, да, вопрос не совсем понятен. Что направление отелем? Управление отелем или гостиницей. Это имеется в виду направление подготовки бакалавриата? У нас нет. А что-нибудь с управлением отелем или гостиницей у нас есть? У нас есть туризм. А что в себя, кстати, включает направление туризм? В направлении туризм профиль получает технологии организации турагентских и туроператорских услуг. Больше у нас других направлений. Кстати, друзья, у нас очень много по направлению туризм. Ребят участвуют с нашего университета, как раз таки с факультета в движении WorldSkills. И друзья, они занимают очень большие-большие награды. Они являются победителями национальных чемпионатов WorldSkills по компетенциям туризма, организации экскурсионных услуг, администрирования отеля, поварское дело. Так, у нас есть еще один гость. Елена Лаврентьевна сегодня не одна. У нас в гостях Иванова Анастасия. Она выпускница нашего университета. Я знаю, что она к нам подключилась из Крыма. Анастасия, здравствуйте. Да, всем добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые клиенты. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Да, вот мы тут немножко вас подразним. Мы одеты гораздо легче, чем уже в Казани. Что хотелось бы сказать. Действительно, сейчас перед вами, ребята, стоит очень такой достаточно серьезный выбор. Выбор вашего дальнейшего пути. Потому что студенческие годы – это действительно там и лучшее время в своей жизни. Мы его потом вспоминаем очень долго. И как обычно, достаточно положительно и позитивно. И очень круто, что многие из вас хотят связать свою жизнь с отраслью, с отраслью туризма, гостеприимства. Работать в этом направлении действительно интересно. Не скажу, что легко, да. Но, тем не менее, интересно. Это каждый раз новые люди, абсолютно новое знакомство. Действительно, драйву каждому работа. И здесь можно реализовать себя абсолютно в любом направлении. Начиная от какой-то проектной деятельности, да, там, и заканчивая тем же самым турагентом, созданием турпродуктов. Смотреть на счастливые лица туристов, которые путешествуют по вашим маршрутам. Получать благодарные отзывы гостей в тех же самых отелях, да, общаться. Постоянно подтачивать свой уровень. Что касается кадрового обеспечения, конечно, вы неоднократно этот вопрос обсуждали. Отрасль очень нуждается в кадрах. Мы вас очень ждем. Очень надеемся, что многие из вас станут нашими коллегами в будущем. И что, вроде бы, по этому интересному пути работать в ритме, в гостиничном хозяйстве, в ресторанном бизнесе. Ведь, несмотря ни на что, я уверена, что у отрасли, особенно у нашей, российской, есть очень большие перспективы в будущем. И она будет активно развиваться, эволюционировать, и будут формироваться новые подходы к организации туров, так и к созданию каких-то новых средств размещения, абсолютно нетипичных для нашей страны. Например, глэмпинговая даже составляющая. Если кто-то знает, значит, активно продвигается, активно развивается на территориях и так далее. Вот, поэтому всех ждем для прокачки своих навыков, для почвения образования. Анастасия, у нас немножко зависла. В Киеву сейчас приглашается много практиков, которые смогут с вами поделиться знаниями и дать вам на практику ориентированное. Мы сами общались со студентами, с вашими, это действительно очень интересно. Анастасия, спасибо. Спасибо вам большое за информацию. Спасибо вам большое за кусочек тепла из Крыма. Спасибо, что нашли время с нами связаться. Мы продолжаем отвечать на вопросы абитуриентов. Напомню, что у нас сегодня в гостях декан факультета северосатуринной технологии общественного питания. Елена Лаврентьевна Матвеева. Так, почему, спрашиваю, для iOS теперь нет приложения Киев Деканат. Было так удобно. Друзья, я думаю, что мы пока не можем ответить на этот вопрос, но как только мы найдем на него ответ, мы обязательно прокомментируем. С этим тоже будем разбираться. Вопрос передадим в соответствующее структурное подразделение, с этим разберемся. Так, на лингвистике какие языки можно выбрать? Можно ли турецкий или английский? Основной язык на лингвистике английский, остальные немецкий, французский, китайский, турецкий – это по выбору языки. То есть турецкий можно выбрать, да? Пожалуйста, выбирайте. Так, добрый день. Хотелось бы спросить, почему отличная успеваемость не считается заслугой для получения стипендии в Эгете Мирясова? Елена Лаврентьевна. Ну, кроме учебы, есть и еще другая общественная работа, воспитательная работа, скажем. То есть студент должен показать себя и в учебе, и в творчестве, и в науке. Мы смотрим это комплексно. Поэтому есть у нас студенты, которые отлично обучаются, ну, одни пятерки, но они ни в каких мероприятиях не участвуют. Таких? Да, также можно участвовать, ну, не только в мероприятиях, да, там, которые, можно участвовать в научных конференциях. То есть если у вас, вы все-таки больше тяготите к науке, то можно, у нас есть студенческое научное общество, там потрясающие работы, потрясающие проекты, конференции. И у ребят очень большой потенциал там, там, кстати, тоже очень, потому что все думают, что нужно какая-то общественная деятельность, ну, то есть это, ну, нужно участвовать в каких-то вот конкурсах, в мероприятиях, которые у нас проходят, ну, внутри вуза, это там, студенческая весна и так далее. Не обязательно можно пойти в науку, и там очень много перспектив, очень много направлений есть, куда расти. Так, моя дочь поступила в колледж, на факультете, простите, пожалуйста, дошкольное образование, где они будут участвовать, у кого можно узнать насчет начала учебы? Так, Елена Антонова спрашивает... Да, дошкольное образование относится к психологическому факультету, а этот факультет у нас находится на гофрисе 7 сентября. Да, и завтра в 17.00 у нас будет прямой эфир с деканом психологического факультета, поэтому этот вопрос можно задать завтра в эфире. Так, будут ли занятия первокурсников 1 сентября? Ну, 1 сентября, как я уже говорила, будут торжественные линейки. А вот теперь вопрос прям совсем-совсем к вам. Здравствуйте, а можно ли поступить на факультет туризма с географией и историей? Это, наверное, сейчас... Это результаты ЕГЭ получается, да? Если вы имеете в виду, что вы сдавали ЕГЭ по этим направлениям, то... По этим дисциплинам, наверное. Ну, вот немножко не совсем понятный вопрос, да? Туризм. А вообще, какие игры нужно сдать для того, чтобы поступить на факультет туризма? Мы узнали в пятницу у ответственности секретаря приемной комиссии. Да, русский язык, качество знания, да. И как раз, наверное, у вас история. Так, как проходит линейка 1 сентября? Это мы узнаем тоже в пятницу в прямом эфире с начальником управления воспитательной работы. Мы вам все расскажем про линейку, как она проходит. Ну, вообще, в очень торжественном формате. Это очень классное мероприятие, поэтому, пожалуйста, приходите. Так, линейка будет для всех. И у нас еще один гость на связи. Это Гелезудиновая Адалина Алмазовна. Она наша выпускница. Также она является преподавателем в нашем университете. Она преподает китайский и английский язык на кафедре языков и перевода. И также является специалистом учебной части в области работы с иностранными журналами. Адалина Алмазовна, вы с нами. Здравствуйте. Добрый день. Адалина, здравствуйте. Адалина, у вас такой большой-большой путь в нашем университете. Пожалуйста, расскажите про него. И как так случилось, что вы еще и свою жизнь с ним связали? На самом деле, когда поступаешь в университет, ты очень надеешься, что именно с тем, что ты выбрал, ты свяжешь всю свою дальнейшую жизнь. К счастью, у меня так и получилось. Кио стал вторым родным домом. Поступила я в Кио в 2014 году. Он тогда еще был в Институте экономики управления и права. Поступала на бакалавриат, поступала на лингвистику. Сразу схватилась за самый сложный, как казалось, китайский язык. На третьем курсе успешно уехали мы почти всей группой, которые учили китайский язык девочками в Китай, на целый год. На обучение. Это не просто стажировка. Это был именно год обучения иностранного языка, именно китайского языка, никаких лишних предметов. Только языковая среда и ничего, кроме очень было эффективное, на самом деле, обучение. Потом, после бакалавриата, захотелось продолжить свое обучение, захотелось немножко разнообразить свое управление, потому что с переводоведением стало все понятно за 4 года. После бакалавриата уже захотелось продолжить себя, скажем так, продолжить в области педагогики. Поэтому поступила на психологический уже факультет, отучилась, успешно закончила. Теперь работаю в нашем же университете, на нашей кафедре. Веду ребятам, первокурсникам, не только китайский язык, и пока что у нас большие успехи, большие-большие перспективы. Здорово. Аделина Алмазовна тут спрашивает. Я думаю, что так как вы являетесь преподавателем, можно этот вопрос адресовать вам. Будет ли на лингвистике заочное обучение, ну, хоть когда-нибудь? Вот выскажитесь, пожалуйста, по этому поводу, потому что я знаю, что очень многие считают, ну, чего там на лингвиста-то учиться. На самом деле, очень многие ждут заочного обучения лингвистика. Все возможно, никогда не говори никогда. На самом деле, в принципе, наверное, в перспективе возможно, но это будет, я думаю, что сложновато по восприятию. То есть все-таки иностранный язык, любой иностранный язык, он требует от себя очень усердной работы. Отчинное обучение здесь явный фаворит. Аделина, а почему китайский выбрали? Даже не знаю, как сказать. На самом деле, как и большинство наших первокурсников, которые к нам приходят, которые мечутся между несколькими языками, иногда спасает родительский совет, родительский боевой толчок. Родители очень часто видят перспективу именно в китайском языке. И на тот момент я тоже видела эту перспективу. Никогда почему-то не думала, что китайский язык очень сложный. Может быть, поэтому я выбрала. Так, у нас тут... Может быть, тоже вам задать этот вопрос? Какие предметы на лингвистике изучают? Скажите, пожалуйста. Можно не все, а те, которые именно касаются лингвистики? Очень много предметов на самом деле. И все касаемо будущей профессии. Что порадовало, что нет математики. Извините, потому что я немножечко гуманитарий. Вот. Поэтому мы всем нашим выпуском были очень рады, что не было предметов математики. Просто кто-то спрашивал про математику лингвистов, поэтому я забрала этот предмет. Основные предметы — это языковые, английский язык и дополнительный язык, который вы выберете. Елена Лаветина уже говорила. Турецкий, испанский, французский, немецкий. На ваш выбор. Практика перевода, теория, теоретический курс перевода обоих иностранных языков. Иногда теория методика подключается. На самом деле предметов очень много, предметы все интересные, и преподавательский состав очень сильный. Спасибо, Длина Алмазовна, за то, что вы нашли время присоединиться к нам. И спасибо за то, что вы ответили на пару вопросов, которые очень-очень часто у нас мелькают. Большое спасибо. Мы продолжаем дальше отвечать на ваши вопросы. Так, ну по лингвистике мы ответили. Сейчас мы... Так. Тут нам пишут, что красивые мальчики. Смотря... Ну, конечно, в Киу вообще самые лучшие, красивые мальчики, и молодые люди, и девушки учатся. Так, кто-то хотел бы выучить корейский, но корейский мы пока не преподаем. Да, насколько я знаю? Нет, пока еще нет, но я думаю, в скором будущем дойдем мне до корейского. Ага, а вот тут спрашивают, на туризме есть математика? И кто-то уже ответил, что есть. Елена Лаврентьевна, можете ли вы подтвердить данный факт? Да, на туризме есть математика. Елена Лаврентьевна, пока у нас вопросов нет, я бы хотела вас спросить. Базы практик, очень частый вопрос, да, где проходят практику и так далее. Может быть, вы нам раскроете эту тайну? Хорошо, вот теоретические издания, конечно, наши студенты закрепляют на базах практик. На сегодняшний день у нас заключены договора по базам практики с ведущими предприятиями и организациями города Казани и Республики Татарстан. Это Ассоциация рестораторов и ательеров города Казани и Республики Татарстан. Это региональное отделение Всероссийской общественной организации Русского биографического общества. Это Ассамблеи волонтеров Республики Татарстан. Это Департаменты продовольствия, питания города Казани. Это строительно-проектные компании, большие города Казани, Республики Татарстан и многие другие. Кроме этого, наши студенты, которые обучаются на направлении подготовки деклариата технологии продукции организации общественного питания и туризма, могут проходить оплачиваемые стажировки в Турции, в Греции, на направлении лингвистика в университетах Китая с дальнейшим обучением в магистратуре по разным направлениям. Поэтому базы практики у нас разнообразные. И почему я вначале говорила, что отличительной особенностью нашего факультета является практика ориентированности. Я думаю, на самом деле это так. Ну, судя вообще, на самом деле, по тому, как ребята действительно уезжают на обучение не только на годовые языковые курсы, но также поступают в магистратуру по грантам. Это очень важно и очень действенно. Я знаю, что у нас даже наши студенты, которые уже окончили магистратуру в Китае, вернулись и работают у нас, также оплачиваем стажировки по туризму. Это дорогого стоит. Вы можете, у нас на сайте даже есть несколько, много очень интервью по этим, очень много программ, очень много грантов различных. Есть где развернуться, и поле для деятельности, ну, прям огромное-огромное. Особенно сейчас в данных условиях перспективы есть. Так, спрашивают, где можно посмотреть списки поступивших. Друзья, я вас опять-таки направляю на сайт emu.ru, в раздел «Приемная комиссия». И там есть вкладочка «Списки поступивших». Поэтому, пожалуйста, посмотрите все там. Я думаю, что вы найдете свою фамилию. Так, будет ли у лингвистов практика за границей? Ну, это доучиться надо еще, конечно, до практики. Я думаю, к тому времени, конечно, практика возможна. Ну, кстати, те ребята, которые уезжают у вас по направлению лингвистика на языковые курсы, это такая практика, потому что, насколько я знаю, все обучение про Монтис проходит, если это китайский язык, если это в Китае, на китайском языке. Поэтому практики у вас будет огромное количество. Так, вот, ответственный секретарь приемной комиссии приключился к нам в обсуждение и ответил, что списков поступивших еще нет, они будут в конце августа, и списки рекомендованы к зачислению в разделе «Рейтинг» поступающих на официальном сайте. Ну, о чем мы, собственно, и говорили. Так, как можно связаться с бывшими участниками WorldSkills по компетенции организации экскурсионных услуг? Хотелось бы поучаствовать? Очень интересный вопрос, необычный. Сказать очень просто, через доконат, вы приходите в доконат, вопрос свой, и мы дадим контакты нашим участникам. Да, еще раз мы напомним, что доконат у нас находится... Доконат находится у нас по адресу Кадзики-Затес-Лиман, четвертый этаж. Так, в колледже после 11-го на туризме все два года будет преподаваться математика? Всех волнует математика. Почему-то, да. Математика идет, если я не путаю, два семестра. То есть первый год обучения, да. Но, опять-таки, друзья, для того, чтобы все было по-честному, пожалуйста, зайдите на сайт gemul.ru в раздел факультета, и, пожалуйста, просмотрите список дисциплин, которые вы будете изучать. Там все подробно написано. Так, ну, пока у нас вопросов нет. Все ваши гости к нам уже подключались, рассказали нам очень много интересного. Даже из Крыма к нам сегодня прилетело тепло. Это очень здорово. Друзья, если есть у вас еще вопросы к декаму факультета сервиса туризма и технологии продуктов общественного питания, я выговорила без запинки. Можно, кстати, тренировать, как скороговорку. Я вам еще раз хочу напомнить, что все свои вопросы по приемной кампании вы можете задать по почте приемсобачка.ru либо звонить по телефону 8-987-270-87-87 писать во все мессенджеры это контакт, телеграм, ватсап также можете в инстаграм и в директ писать. Либо посмотреть прямой эфир соответственно секретарем приемной комиссии Тимбасса и Александра. Да, в пятницу. В пятницу прямой эфир был, да. Да, ну, мы, напомню, что мы каждую неделю стараемся уходить, Ирина Александровна, с вами в прямой эфир. Никогда никто не остается без отличных вопросов. Тут пишут, очень хотим поступить к вам, а мы очень хотим, чтобы вы поступили к нам. Мы вас очень ждем. Елена Лаврентьевна, я думаю, что, наверное, по большей части на все вопросы мы с вами ответили. И еще раз большое вам спасибо за то, что вы ответили на все вопросы, связанные с тем, кто в какую смену будет учиться. Мы не ожидали таких вопросов. Кстати, в прошлом году их не было. Спасибо большое вам, если вы хотите сказать что-то нашим абитуриентам. Вам спасибо большое, дорогие абитуриенты. Мы вас очень ждем на торжественных линейках 1 сентября. До сентября, в конце августа, в последних числах августа вам позвонят менеджеры до каната и конкретно все объяснят, когда будут проходить, где торжественные линейки, когда вы будете заселяться в общежитии, в какие дни. И подробная информация, все будет предоставлено по телефону. Поэтому просьба большая, номера телефонов не менять. Да, кстати, если вы вдруг решили, что сегодня вам нужно сменить номер телефона, пожалуйста, не спешите этого делать. У нас тут последний вопрос, но он больше, наверное, к нам. У вас ходит белый мишка. Он на какие-то праздники будет ходить? Обязательно будет ходить. Да, я думаю, что мы можем его и на линейку позвать. Почему нет? Обязательно, обязательно будет наш белый мишка. Улка его зовут. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Спасибо вам за ваши вопросы. Если они еще у вас остались, то задавайте их. Я напомню, что в 18.30 нас ждет прямой эфир с деканом факультета менеджмента инженерного бизнеса Антоном Станиславом Алексеевичем. Так что все те, кто хотел задать вопросы про менеджмент, про ГНУ и так далее, пожалуйста, присоединяйтесь, и мы с радостью со Станиславом Алексеевичем ответим на ваши вопросы. Так, общежития дадут ли иногородним? Дадут ли иногородним общежития? Я думаю, что на этот вопрос мы обязательно ответим в пятницу с ответственным секретарем премьерной комиссии Александровной Тимирясовой и с Загитовым Русланом Рафатовичем, который тоже будет нам рассказывать все про линейку и про общежитие. Друзья, мы думаю, что мы будем заканчивать эфир. Большое всем спасибо, что присоединялись. Ждем вас в 18.30. Спасибо, до свидания. Продолжение следует...